Привет, меня зовут Гульнас. В этом выпуске мы сошьем шорты. Можно удлинить их, превратить в брючки, но, к примеру, если вы не носите ни шорты, ни брюки, то подобно обработку талиевого среза, области талии, можете перенести и на юбки. Будет также очень красиво и нежно. Для пошива таких шорт или брюк, все зависит от длины, которую вы выберете, нам понадобится основная ткань. Ее расход будет разным, в зависимости от того, какая длина изделия. Но, в целом, для взрослого размера длиной примерно равной длине изделия. То есть, замеряем от талии и до низа длину изделия и можем добавить к этой величине еще 20-30 сантиметров для пояса и обработки среза талии. И такой расчет расхода ткани подходит примерно до 48-50 иногда даже размера. На самом деле, многое зависит от силуэта брюк. Если они широкие, то может ткани не хватить и даже на 46 размер. Поэтому все индивидуально, лучше разложить лекало и ситуация станет яснее. Я буду шить шорты из плотильной бязи. Она отличается тем, что достаточно плотная, не просвечивает, не растягивается, имеет хорошую структуру. Отлично дышит, гигроскопично, все потому, что это натуральный хлопок. Нам понадобится лекало, базовая конструкция обычных прямых брюк. Я построила их по своему пособию, инструкции по конструированию женской одежды. Если вам нужна базовая конструкция брюк для взрослой женской фигуры, то можете воспользоваться этим же пособием. Также нам понадобится мерная лента, булавки, ножницы и мелок. Ну и помимо всего, обязательно нужны будут нитки. Желательно воспользоваться армированные, для того, чтобы брюки и шорты были прочнее и строчки не лопались. Армирована нитка в цвет, для стачивания срезов, то есть соединения деталей. Здесь в этом варианте можно воспользоваться и синей, и белой ниткой. Ну и три полиэстровых ниток для обметки срезов, то есть для верлока. Но если вы обметываете срезы строчкой зигзак, то подойдет одна полиэстровая нитка. Полиэстровая нить намного тоньше и не создает объема и толщины по срезам. Как будем кроить шорты, либо брюки? Прежде всего, что касается лекал. Мы не будем использовать талиевые выточки по задней и передней половинке брюк. Поэтому просто проигнорируем их, и у нас единый талиевый срез без каких-либо выточек. Также по боковому срезу можно просто поднять перпендикуляр вверх, то есть убрать изгиб линии бедер. Таким образом, в этом участке на пересечении талиевого среза и бокового у нас прямой угол. То же самое можем повторить и с задней половинкой. Для обработки среза талии нам необходимо будет сверху оставить чуть больше припусков, чем просто один сантиметр. Я оставила 11 сантиметров. Наши шорты брюки будут выше уровня талии. И для этого нам необходимо добавить примерно 5 сантиметров выше стандартного уровня талии. Еще 5 сантиметров, чтобы впоследствии мы могли подогнуть срез наизнанку. Ну и 1 сантиметр для припусков на швы. Мы его обметаем и спрячем изнутри. Таким образом, нам необходимо добавить 11 сантиметров. Раскроили переднюю и заднюю половинки изделия. Теперь сложим их, соединим боковые срезы. Дадим строчку на сантиметр и обметаем их. И подтянем внутренние шаговые срезы друг к другу. И также закрепим булавками. При необходимости можете сметать ручную, а затем дать строчку на 1 сантиметр и обметать срезы. На этом все. Два среза по обеим половинкам брюк. Соединили каждую из половинок брюк по внутреннему шаговому срезу и по боковому срезу. Также можете сразу обметать отдельно средние срезы в круговую. Можно это сделать после того, как мы соединим две половинки брюк друг к другу и обметать эти срезы разом. Также можем сразу обметать низ изделия и подогнуть на сантиметр наизнанку. Закрепить булавками подгиб и дать в круговую строчку. Подогнули низ брюк и вот так они выглядят. Для того, чтобы соединить две половинки брюк друг с другом, вывернем одну брюк на лицевую сторону и вложим ее во вторую, так чтобы лицо совпало с лицевой стороной. Нам необходимо соединить средние срезы. Совместим внутренние шаговые швы, закрепим булавкой. И средние срезы по задней и передней половинке. Далее необходимо дать строчку на сантиметр и если вы еще не обметали срезы, то обметать их на оверлоке. После этого можно будет обметать также срез талии. Соединили две половинки брюк по среднему срезу и теперь нам остается обработать талиевый срез. Подогнем срез талии наизнанку на 6 сантиметров. Закрепим булавкой по всему кругу. Далее нам необходимо будет дать строчку, можно прямо над строчкой оверлока в круговую. Далее строчку по талиевому срезу. Для того, чтобы пояс был зафиксирован на уровне талии и не смещался, нам необходимо будет скроить и обработать шлевки. Детали, которые будут держать пояс в определенных рамках. Нам необходимо скроить полоску. Длина каждой шлевки должна быть примерно на 2 сантиметра больше, чем ширина пояса в готовом виде. Если он у вас равнялся 3 сантиметрам, то это означает, что длина одной шлевки должна равняться примерно 5 сантиметрам. И зная, какое количество шлевок вы хотите иметь по всему уровню талии у шорт, то вы можете рассчитать таким образом. Если вы хотите, к примеру, обработать 3 шлевки. Одну посередине задней половинки и по двум боковым швам. Итого 3, то нам необходимо 5 умножить на 3. И мы получим полоску длиной 15 сантиметров. Ширина этой полоски равна 2 сантиметрам. Это самая оптимальная ширина. Нам необходимо будет обметать оба среза, оба длинных среза этой полоски на оверлоке либо зигзагом. Мы полностью заготовим полоску, а затем разделим ее на несколько шлевок. Обметали 2 длинных среза полоски, предназначенные для шлевок. И теперь подогнем обметку на изнаночную сторону с одной стороны и с другой стороны. Так, чтобы они были плотно прижаты друг к другу. С лицевой стороны полоски мы не должны видеть никаких лишних ниток. Можем прикрепить булавками. И далее нам необходимо дать строчку на 1-2 мм от каждого края вдоль всей полоски. Переходим к поясу. Нам необходимо будет раскроить прямоугольник. Полоску для пояса. Длина этой полоски может быть равняться ширине ткани. Стандартной ширине ткани 140-150. Это достаточно оптимальная длина пояса. Вы можете замерить желаемую длину своего пояса и подкорректировать эту величину. Что касается ширины пояса, то ее очень легко можно рассчитать. Вам необходимо определить, какой ширины пояс вы хотите в готовом виде. К примеру, 3 см. Нам понадобится двойная величина этой ширины пояса. 6 см. И по сантиметру ношу из каждой стороны 8 см. Ширина полоски, если вы хотите иметь полоску в готовом виде шириной 3 см. Эту полоску складываем пополам, так чтобы лицевая сторона ткани осталась внутри. Совмещаем длинные срезы, закрепляем булавками и даем строчку на 1 см. Обметывать срезы не нужно, поскольку они все равно останутся внутри. И мы закроем их. Что касается концов пояса, мы можем сделать их острыми под углом. Для этого сложим два конца пояса пополам, сложим их вместе. Обозначим желаемый угол. Примерно на 45 градусов, можно на 30. И срежем лишнее. Ну и как стачивать пояс? Мы начинаем стачивать с уголка на сантиметр от края, не прерывая нити. Просто поворачиваем деталь и строчим дальше. Посередине пояса можно оставить небольшое отверстие длиной 10-15 см, через которое мы впоследствии вывернем пояс. Пояс готов, но прежде чем вывернуть его на лицевую сторону, нам необходимо подрезать уголки, не доходя до шва на 1-2 мм, для того, чтобы в уголках не образовалась излишняя толщина. Оставили отверстие посередине, теперь выворачиваем пояс на лицевую сторону. Вывернули пояс. Оставшиеся отверстия можно просто застрочить на 1 мм с лицевой стороны, а можно подшить вручную невидимыми стежками. И теперь нам необходимо будет прикрепить шлевки. Разделим полоску, предназначенную для шлевок, на отрезки. И теперь найдем боковой шов и загнем 1 см у шлевки наизнанку. Приложим ее серединой прямо к боковому шву, чуть выше строчки. Прикрепим булавкой и затем подогнем второй кончик, также на 1 см вовнутрь и прикрепим также по боковому шву. Можно оставить небольшой напуск, можно не оставлять и приложить его вплотную. Закрепляем булавкой и нам остается дать строчку на пару миллиметров ниже края сгиба для того, чтобы закрепить шлевку с обеих сторон. Можно расположить их по одной по боковым швам и одну по заднему среднему шву. Шлевки готовы, заведем вовнутрь пояс, равномерно распределим излишки и создадим драпировку. На этом наши шорты будут готовы. Ну что ж, наши брючки-шорты готовы. Носите с удовольствием, главное, если вы шьете их для летней жаркой погоды, то выбирайте натуральные ткани, для того, чтобы вам было комфортно и легко. Спасибо большое, что досмотрели выпуск до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро. Я желаю вам успешного дня. До встречи. Пока!